Доверенное лицо Путина, Пашинян готов отдать Баку районы вокруг Карабаха. Раньше Пашинян заблокировал переговоры, а сейчас Пашинян уже готов отдать Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха, но боится, что его за это в Армении свергнут, а может и взорвут, заявляет известный российский эксперт. «Нагорный Карабах, якобы Россия там что-то проигрывает, да ничего подобного, на самом деле все совсем не так, как многим кажется, и все воюют немного не за то, за что говорят». Об этом написал известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков на своей странице в Facebook. Азербайджан военным путем пытается принудить Армению вернуться за стол реальных переговоров на основе уже одобренных мадридских принципов и казанской формулы, разработанной Россией формулы, то есть в кратчайшие сроки передать Азербайджану 7 или 5 районов вокруг Нагорного Карабаха. Россия это поддерживает вполне. Армения пытается не столько воевать, сколько втянуть Россию войну на своей стороне. Для этого сверхвлиятельное армянское лобби в российских СМИ пытается представить эту войну не как войну Азербайджана и Армении, а как попытку Турции вытолкнуть Россию с Южного Кавказа. Для этого обстреливает Азербайджан со своей территории, надеясь, что Азербайджан ответит и тогда можно будет надавить на Россию жестче. Россия понимает, что эта война была абсолютно неизбежна, потому что Азербайджан стал сильнее, а Армения не шла ни на какие уступки. Раньше Пашинян заблокировал переговоры, а сейчас Пашинян уже готова дать Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха, но боится, что его за это в Армении свергнут, а может и взорвут, и просит Россию дать гарантии, что сторонники России в Армении не устранят его от власти. А Россия такие гарантии Пашиняну давать не хочет и ждет. Война закончится, когда Пашинян будет вынужден согласиться быстро отдать Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха. Его к этому принуждают военными действиями. Его, возможно, в результате и свергнут. Ну и хорошо, зачем человек Сороса во главе страны члена УДКБ и Еврозес? Россия будет в чистом выигрыше. Ситуация в регионе стабилизируется на много лет. Американского агента уберут. С Армении снимут экономическую блокаду, и она уже не будет слабым местом в Еврозес. Россия будет главным гарантом мирных соглашений. А Турция? А Турция прекрасно играет роль в страшилке. Прекрасно громко рычит на весь Южный Кавказ. «Твердый мирный голос России на этом фоне звучит только лучше», написал Сергей Марков.